Все тайное обязательно становится явным, даже если это скрытые платежи в кредитном договоре. Не узнали сразу? Обязательно почувствуйте позже на своем кармане. Мы взяли шаблон кредитного договора в одном из банков и попросили прокомментировать его специалистов Альфа-банка. Ради чистоты эксперимента мы не будем называть банк, который заключает с вами вот этот кредитный договор. Согласна. Итак, я вижу процентную ставку по кредиту, она 15%. А где же скрытые платежи? Смотрите, уже по этому пункту видно, что ставка 15% только для тех клиентов, которые являются владельцами зарплатной карточки данного банка. Для всех остальных клиентов ставка уже 20%. Смотрим дальше. Если кредит без поручителей, плюс еще 5%. Комиссия за оформление заявки – 1,5% от суммы и страховка. За весь период кредит добавляет еще 16% годовых. На выходе реальная ставка по этому кредиту получается около 45% годовых. Самый распространенный способ увеличения стоимости кредита – ежемесячная комиссия за сопровождение договора или пользование кредитом. В большинстве банков данная комиссия выражается в проценте от первоначальной суммы кредита или от остатка задолженности по кредиту. Реже встречается фиксированная сумма комиссии. Таким образом, чем больше сумма займа, тем выше оказывается конечная, в банках ее называют эффективная, ставка по кредиту. А ведь есть платежи из-за открытия счета, из-за его обслуживания. Конечная ставка может вырасти в 2-3 раза в сравнении с заявленной. Сам бы я никогда не разобрался. Да, скрытые платежи не специалисту определить непросто. Поэтому требуйте у сотрудника банка при оформлении кредита информацию о всех возможных платежах по вашему займу. Согласно инструкции Национального банка должны быть указаны все возможные комиссии, а также итоговая процентная ставка с учетом этих комиссий. Итак, выбирая кредит, рассмотрите все его условия комплексно. Ведь конечная процентная ставка в итоге может очень сильно отличаться от заявленной. Правильно выбирайте банк, условия кредита, и тогда вы сможете сэкономить. А сэкономить – это все равно, что заработать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова